В центре внимания не только рекламные вывески, но и фасады торговых центров. Городские власти напоминают собственникам предприятий торговли о том, что здания, особенно те, что в центре города, должны выглядеть достойно. Недопустимы трещины на фасаде и облупившаяся штукатурка. Руководством этого торгового центра на Площади Победы уже сделаны первые шаги. Разработан проект ремонтных работ, демонтирована броская реклама, не соответствующая требованиям. Не все арендаторы оказались готовы к такому шагу. И клиенты потеряли, вывеска нет. И они многие ушли. Но сейчас, так как городу требования, и у нас тоже требования, чтобы были красивые. Поэтому я думаю, в дальнейшем время будут опять заполняться. Оставшиеся предприниматели с пониманием относятся к процессу замены рекламных конструкций, но подтверждают, клиентам сложнее ориентироваться в городе. Мы магазин открыли не так давно. У нас он работает только полгода. Мы повесили при открытии баннер на фасад здания. Но под предписанием администрации города мы его сняли, демонтировали. Конечно, у нас продажи, не скажу, что упали, но у нас очень стало сложно находить людям. Рабочий телефон у нас реально разрывается, потому что люди, которые идут по другой рекламе, находясь здесь, не могут найти, куда им пройти. Соответственно, они звонят, уточняют, каждому сообщаем. Поэтому это добавило много сложностей. Здание этого торгового центра Усоковского моста без рекламы сразу преобразилось. Сейчас предприниматели согласовывают новые вывески, которые более гармонично впишутся в городскую среду. В мэрии процедуру согласования информационных материалов постарались сделать более удобной. У нас предприниматель уведомляет. Предприниматель ознакомливает с требованиями дизайн-кода, который комплексно разработан, в общем доступе находится, принимает для себя решение о том, какую информационную конструкцию он планирует изготовить, и уведомляет нас о своих намерениях. Все. Если мы видим, что его намерение соответствует требованиям дизайн-коду, заносим в реестр, который также в публичной плоскости находится. Предприниматель видит информацию о своих планах, с которыми он с нами поделился в этом публичном реестре, и с этого момента может размещать информационную конструкцию. Размещение информационной конструкции будет носить правомерный характер. Предпринимателям не стоит забывать, что подчиниться требованиям городских властей, сменить вывеску, если она не соответствует требованиям, придется. У мэрии есть возможность не только штрафовать, но и принудительно демонтировать такие конструкции. Что касается штрафов за недвижащее состояние фасадов, то сумма может достигать 200 тысяч рублей.